Эммануэль Левинас Был такой замечательный философ, один из крупнейших мировых философов второй половины 20 века, Эммануэль Левинас. Эммануэль Левинас, годы его жизни, 1905-1995, прожил он, как видите, 90 лет. Родился он в интеллигентной еврейской семье в Каунасе. Ну, нынешний Каунас, тогда этот город назывался Ковна. Отец его был директором книжного магазина, он много читал Левинас. Кстати, вот влияние русской литературы, чтобы была какая-то преемственность, не могу бы не сказать. Он прекрасно знал, любил Пушкина, Достоевского, Толстого, вплоть до Василия Гроссмана, вот из писателей уже позднейшей эпохи, часто и охотно их цитировал, но также как и европейских авторов, как Шетфира, как Библию. В 190-е годы он попал в Западную Европу, во Францию, и там сблизился с целой плеядой французских философов той поры. Во время войны пошел офицером во французскую армию, попал к немцам в плен, а сидел четыре года в немецком лагере для офицеров. Там были такие офицерские лагеря. Вот, к счастью, немцы то ли не знали, то ли как-то не ушли. То обстоятельство, что Левинас по происхождению был евреем. В общем-то, ему удалось выжить, его освободили союзники в конце войны, и вот, выйдя на свободу, он узнает. Во-первых, он узнает о Холокосте вообще. Это его потрясло. Потом он писал в одной анкете, что главное событие его жизни – это Холокост. И это оказалось серьезным влиянием вообще на всю его философию. А второй уже семейный факт, о котором он узнал, это вот когда только Красная Армия ушла из Каунаса, там, даже не дожидаясь немцев, местные их прислужники убили его отца и мать, и двух братьев, убили у ворот их дома. Это жуткое обстоятельство Левинас тоже запомнил. До войны он был учеником и приверженцем Мартина Хайдегера. Он его знал, слушал, восторгался Хайдегером, как многие-многие тогдашние студенты. А потом он никогда не мог Хайдегеру простить то обстоятельство, что Хайдегер попал под очарование нацистских идей. Нацисты же его поставили ректором университета. Хайдегер восхвалял нацистский режим в некоторых своих речах. Он проводил политику нацизма по отношению, в частности, к профессорам, веренному ему университету. Он Гусерля уволил с работы при всем своем почтении к нему и так далее. Так вот, этого Левинас Хайдегеру простить не мог, и он считал, что податливость Хайдегера влиянию нацистской идеологии была глубоко окорена в философии самого Хайдегера. Вот Левинас хотел преодолеть Хайдегера, но он считал при этом, что Хайдегер величина в философии великая, как Платон у греков. И что преодолеть Хайдегера можно только его освоив, только как бы преодолев его в самом себе. И вот что он делает с Хайдегером. Если очень коротко сказать, Хайдегер – это философ бытия с большой буквы. У него, его философия – это фундаментальная онтология. Для него человек – это бытиистующий дозайн, это вот бытие. И самое страшное, что может случиться с этим дозайн – это ничтожение. Вот ничтожение, смертность, которой обречен человек – это самый большой ужас в человеческой жизни. Вот человек ничего не боится так, как смерти по Хайдегеру. И вот отсюда главная задача человека – сбыться, реализовать собой, стать подлинно собой перед лицом смерти, неименуемой смерти. Вот этот экстаз бытия перед лицом смерти – это то, чего требует от человека Хайдегер. Вот. Потому что смерть – ничто. То, что уничтожает бытие – это воплощение абсолютного ужаса, абсолютного страха в этой системе. А вот Либинац говорит, что наоборот, что если вдуматься, то нет для человека ничего страшнее, чем закованность в своем собственном бытии. Вот когда человек замкнут в своем бытии, как в комнате, из которой нет выхода. Вот. Ну, боятся люди смерти, да, вот смерти можно бояться. А разве бессмертие, вот если бы оно было нам эмпирически представлено, это было бы менее ужасающим фактом? И что человек не знает, что такое бессмертие, вот когда ему надо там сидеть в вечном заключении, вот, когда человек испытывает продолжительное страдание. Вот. Разве невозможен случай, когда бы человек смерть охотно предпочел бы продолжение своих страданий, то есть прикованности вот этой своей к тяжкому мучительному бытию. Обыденный повседневный опыт. Вот. Говорят, что смерть есть сон, вот, что сон – это младший брат смерти. Ну, хорошо. А вот если рассуждать о бессмертии, то можно вспомнить бессонницу. Вот. Бессонница – разве это не мучительное состояние? Причем, ведь интересно, что человек не может, как бы, по собственной воле выйти из состояния бессонницы. Вот. 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 Или, во всяком случае, это очень трудно, надо себя как-то настраивать. Вот. Несравненно труднее, но это тоже состояние. Вот. Когда нет смерти. Вот. Когда человек прикован к какому-то тесному пространству. Когда человек прикован к страданиям своим. Когда человек находится во власти бытия. Вот. Разве не это самый большой страх? Разве не это самое большое зло для человека? И вот тогда вопрос формулируется так для Левинаса. А что позволяет нам свободно выйти за пределы темницы собственного бытия? Вот. Преодолеть состояние прикованности к этому бытию, к своему уделу в бытии. А тут ведь надо представлять, что бытие – это не просто, ну, какая-то гиря, какая-то там тяжесть, которая висит на человеке. Это то, что требует постоянных забот. Помните заботу у Фауста, вот, о заботе Хайдегер много писал. Вот эта прикованность человека к бытию выражается и в том, что он постоянно озаботен бытием. Что он постоянно должен, как бы, работать на это бытие, которое стоит за его существованием. Бытие – это груз, который не просто давит на человека, но который требует постоянной деятельности, постоянной заботливости. И вот, что меня может освободить этого груза? Только одно по Левинасу – это обращенность к другому. Вот, когда появляется другой, вот, само явление, эпифания, говорит Левинас, эпифания, вот, объявление другого мне, вот, дает мне возможность отвернуться от себя, преодолеть вот этот груз бытия, который обрекает меня на постоянную тяжесть и безысходность существования. Вот. И найти себя в этом отношении к другому. Вот. И вот, таким образом, другой предстает передо мной, как мой освободитель. Он меня освобождает от, вот, у Левинаса такое выражение есть, конатус эсэнди – вот упорство в собственном бытии. Я, говоря о спинозе, если вы помните, упоминал этот термин конатус, вот, конатус эсэнди – упорство в бытии. Человек прикован к этому бытию, он должен упорно, так сказать, оставить это бытие. Вот. Но, когда другой поворачивается ко мне, я обращаюсь к нему, и этот конатус остается, вот, утрачивает для меня свою существенность. Первое слово мое, обращенное к другому, по Левинасу, когда я вижу другого, я говорю ему – я тут. Вот, я с тобой. И вот, я с тобой, тут как формируется некая общность, которая уже не имеет онтологического характера, которая определяется уже не бытием, не онтологией, а этикой. Если у Левинаса работа иначе, чем быть. Но, казалось бы, как может существовать человек иначе, чем будучи? Нет, говорит Левинас, можно представить себе такую форму человеческого существования, когда оно определяется не модусом бытия, а модусом наших нравственных связей, нашего отношения к другому. Разрыв этики и антологии лежит в основе нашего обращения к другому. Но другой Левинаса тоже очень интересный персонаж. Вот, если я укоренен в моем собственном бытии, если я чувствую на себе страх бытия, оковы этого бытия, безысходность бытия, то другой, напротив, он лишен бытийных ресурсов. Потому что человек только на собственном опыте, полагает Левинас, вообще способен знать, что такое бытие. Другой для меня – это чистый образ, это лицо, обращенное ко мне, это чистая беззащитность, чистая уязвимость и даже загнанность, говорит Левинас. Вот, другой приходит ко мне как чужак, как преследуемый, вот, как человек, который нуждается в моей защите, в моем гостеприимстве. И вот мое отношение к другому – это гостеприимство, это защита и даже заложничество. Я могу действительно заложить себя за другого человека. Потому что другой слабо уязвим, я не могу ручаться, как он себя поведет. Он может сделать что-то непредвиденное, вот, он как листок бумаги на ветру передо мной, вот. А я за него несу ответственность, то есть в этом смысле я его заложник, я отвечаю за него, чтобы он не сделал. Вот, так пишет Левинас, учитель отвечает за своих учеников, врач отвечает за больных, которые пришли к нему. Родители, если это родители совести, всегда отвечают за своих детей, даже если эти дети взрослые, ответственные существа. Вот, отец и мать несут ответственность за своих детей, и в этом смысле действительно они их заложники. Как каждый человек заложник за другого, говорит Левинас. Вот такая у него концепция зависимости всеобщего человека перед человеком. Тут, видите, тут мало говорить о диалоге, да и Левинас редко употребляет это слово. Это более глубокие, более экзистенциально наполненные связи между людьми. Вот, я отвечаю за жизнь и смерть другого человека, отвечаю за его будущее. Вот, например, есть у Левинаса такая мысль, что, что значит для меня другое. Вот, родители часто считают себя обязанными тщательно распланировать будущее своих детей, то есть загромоздить будущее своих детей собственными идеалами, собственными представлениями о том, как эти дети должны жить, вот, как строить свою жизнь и так далее. Левинас говорит, что это означает, опять-таки, подверстывать под себя, под свои идеалы, под свою ценность и мир другого человека, каковым человеком для нас являются и наши собственные дети. По крайней мере, мы им должны оставить, говорит Левинас, чистое будущее. То есть способность заново для себя планировать собственное будущее, иметь вольный простор будущего перед собой. Вот, чистое будущее. Ну, у Левинаса очень много интересных вещей, спорных иногда, с ним иногда необходимо спорить, вот. Но вот этот современный философ, у него очень много важных размышлений о Холокосте, например. Вот он говорил, что это главный факт его жизни. Это действительно так. Вот, и человек другой у него, это человек, который как способен испытывать тяжкие страдания, человек уязвимый, которому мы должны помочь. А вместе с тем, у Левинаса есть своя очень чистая и возвышенная философия любви. Вот, я здесь могу только сказать одно, что она есть. Вот, вот Левинас много и проникновенно пишет о ласке, о нежности, о преданности любимому существу. И вот интересно, что сама по себе эротическая сторона любви для него как бы не исчерпывает вот эту как асимметрию, эту разъединенность я и другого. Все противоречия между мной и другим, между разными человеческими существами для Левинаса исчерпываются в ребенке. Вот он пишет, у него есть глава такая в его основной книге «Тотальность и бесконечность. Ребенок». Вот для него человек нового поколения, рождающееся человеческое существо, как бы своим фактом своего появления на свет снимает вот противоречия между мной и другим, вот, между внутренним и внешним, вот, между своим и чужим. Очень и очень немного из того, что можно было бы сказать о Левинасе, с ним часто спорят в современной философии, кто-то его признает, кто-то опровергает, вот, но во всяком случае это, можно сказать, что целый континент интеллектуальный, вот, Левинасовское философствование, вот, и последние годы интерес к нему и его творчеству растет.